Всем привет! Это видео довольно необычная своей темой, потому что ни о чем подобном я раньше в своем видеоблоге не говорил, но нужно упомянуть некое явление. Значит, возможно, вы замечали, а если нет, то начнете замечать после того, как я вам об этом расскажу, что в различных социальных сетях, где есть возможность размещать видео, в последнее время очень возросло количество видеороликов про спасение животных. Я не имею в виду те случаи, когда показывают, как, допустим, собака упала в какой-нибудь канал, где очень быстрое течение, и люди из подручных средств соорудили из палки-верёвки подобие альпинистского снаряжения, спустились и, рискуя собственными жизнями, достали эту собаку из бурного потока, или слон упал в яму с грязью и оказался не в состоянии выбраться самостоятельно, или ягуар упал на дно какого-нибудь глубокого колодца, или коала запуталась в проволочном ограждении и т.д. К этим случаям никаких претензий у меня нет. Я говорю о другом типе видеороликов о спасении животных. Они все, у них есть очень характерная особенность, они все построены по одной схеме. Не обязательно вот всё совпадает в деталях, не обязательно всё чётко ложится в один и тот же алгоритм, но тем не менее общие элементы у каждого такого видео есть. И выглядит это примерно так. Сначала камера показывает, например, котёнка, или щенка, или какого-нибудь другого детёныша. Как правило, речь идёт о животных малого возраста, не взрослых, хотя бывает и со взрослыми. Показывают животное, попавшее в критическую ситуацию, запутавшееся в какой-нибудь ловушке, как правило, техногенного происхождения, решётка, что-то ограничивающее движение, во что можно засунуть лапу, а вынуть её уже не получается. Или она там вляпалась в какой-нибудь клей, или запуталась в пакете и лежит, умирает на краю какого-нибудь ручья, или что-нибудь такое, или провалилась в какую-нибудь трещину, которая аккурат толщиной в тело этого животного. Это как бы затравка истории. Затем появляется спаситель, и камера показывает животное страдающее так, так, с такого ракурса, макро показывает, как у него там кровь из ноздрей течёт, как оно там глазами уже еле шевелит, потому что оно уже как бы выбилось из силы или находится под воздействием каких-нибудь химикатов. И подходит спаситель, который наконец-то достаёт это животное. И вот ещё иногда бывают ситуации, когда вот гнездо с какими-нибудь детёнышами, там, щенки, котята, птенцы какие-нибудь, и туда подползает ядовитая змея, и опять её показывают так, сяк, с такого ракурса, этак, макро, крупно. Видео редактируется потом ещё неоднократно, т.е. может быть накладывается какая-то ещё музыка, там, врезки, склейки. Подбегает спаситель, который, значит, ах, ох, ай-яй-яй, и достаёт это животное. И мы понимаем, что видео-то постановочное. То есть, во-первых, кто-то снимал, как это животное страдает. Некоторое время, несколько минут, а может быть и больше, может быть там не один дубль был, снимал и не пытался помочь. Затем прибегает спаситель и, опять-таки, под камеру спасает это животное. Зачем это делается? Затем, чтобы собрать лайки, репосты, благодарные комментарии, как обычно под такими видео и бывает. YouTube с подобными творческими начинаниями борется, т.е. запрет на размещение подобного контента прописан в правилах пользования YouTube. Но правила пользования, они как бы сами по себе не работают. Т.е. должен быть какой-то механизм, чтобы сообщить YouTube о том, что содержание этого видео неприемлемо. И совершенно аналогично как бы устроены и другие сервисы. Т.е. YouTube, конечно, сложная система, но понять, что изображено в данном видеосюжете, YouTube не может. Во всяком случае, пока что, на данном этапе развития науки и техники. Поэтому, в том случае, если вы видите подобные видео, где животное сначала снято с нескольких ракурсов, так-сяк-наперекосяк. Затем, значит, его спасают. И вот лайки, репосты. Если вы видите подобное видео, ставьте... Я не говорю этот самый дизлайк, это ни на что не влияет. Оставляйте рапорт. Т.е. система должна знать, что видео, которое там размещено, некорректно, мягко говоря. Т.е. это бессмысленная, алчная жестокость, с одной стороны, со стороны авторов видео, и глупость пользователей, которые все это раскручивают. Потому что не будь благодарных людей, которые благодарят этих спасителей за спасение несчастных животных, то не был бы этих несчастных животных, которые умучиваются ради хайпа, заработка на рекламе и чем-то подобном. Эта мерзость должна быть остановлена, но никаких других легальных средств у нас для этого нет. Ну, кроме как вот в буквальном смысле отправлять жалобы и рапорты. Потому что не считайте это каким-то стукачеством. Нет. На самом деле, каждый раз, когда вы вот это делаете, вы действительно помогаете этим животным. Потому что чем меньше мотивация будет у этих вот режиссеров, тем меньше животных будет страдать от их деятельности. Это не получится остановить полностью. Так или иначе, это явление будет продолжаться. Но хотя бы снизить его привлекательность, что ли, для целевой аудитории, это необходимо сделать. Причём, если вы будете отправлять жалобу таким образом, что подобные видео не будут показываться у вас среди рекомендуемых, то вы им, скорее всего, сделаете вид, что эта проблема больше не существует, но на самом деле она останется. То есть я не призываю искать такие видео специально, ни в коем случае. Но и отказываться от их наличия тоже не надо. То есть они должны сойти на нет сами. Не потому, что вы их скрыли из числа тех, которые вы просматриваете, а потому что их больше нет. И тогда можно будет праздновать хотя бы какую-то небольшую победу. Вот. То есть этой заразе в меньшей степени сейчас подвержен YouTube, потому что там активно давят, но в большей степени тот же самый Яндекс.Дзен. То есть я как ни зайду на заглавную страницу, там обязательно два-три видео в этой ленте, а то, может быть, и больше, о том, как какие-то почему-то азиаты, что они делают на Яндекс.Дзен, не совсем понятно. Там явно не казахи и не якуты этим занимаются, а какие-то вьетнамцы, может быть, я не знаю, какие-то далёкие южные азиаты, юго-восточные. То есть это всё импортное видео, его репостят, его активно распространяют для того, чтобы собирать подписчиков, лайки и вот всё такое. То есть человеческое тщеславие, как минимум, а то и жадность, алчность, которая, как известно, порог, а не достоинство. Соответственно, чем активнее мы, вы и все, кто посмотрит это видео, будем сопротивляться этой заразе, тем больше вероятность того, что эта зараза всё-таки однажды сойдёт на нет. Собственно, вот об этом я вас и хочу попросить. Репортите такие видео, не оставляйте это дело на самотёк, потому что никто, кроме вас, с этим не справится. На этом данное видео завершается.